Семен Банков Семен Банков Семен Банков Потому что, отец Семен, насколько я знаю, вы собираетесь в ближайшее время посетить это славное место. С чем вы его посетите? Расскажите. Да. Братья и сестры. Эти слова вы слышите не только в храмах от священников, не только от духовенства за экраном телевизора, но и в самые сложные жизненные обстоятельства. Вот самое удивительное, что этот призыв, дорогие братья и сестры, он не только призван напомнить нам о том братстве, о котором говорит Христос, братстве не по крови, а по духу, но и предполагает нашу готовность к единению, к прощению взаимных обид и к объединению против врага. Вне зависимости, каково оружие этого врага, с чем он пришел. Вот самое удивительное, что эти простые и великие слова были сказаны и тогда, и многократно после, и в войне, которую мы привыкли теперь называть Великой Отечественной, подразумевая 1941-1945 года. Да, но так уж совпало, что у нас много было славных и великих битв, тем не менее, я думаю, что нам безусловно нужно вспомнить некую историческую, даже политическую канву Великой Отечественной войны 1918 года. Речь идет о том, что вот сейчас, к сожалению, дистанция от этой войны такова, она уже перевалила за 200-летний юбилей, что действительно очень многие нюансы и осмелюсь предположить, даже суть этой войны не совсем для наших уважаемых телезрителей понятна. Как всегда, я делаю упор на религиозную составляющую. Оказывается, таковая не только есть, но она действительно центр и стержень. Вне зависимости от того, с кем воевали противоборствующие стороны, для внешних историков это война Наполеона Бонапарта и императора Александра I. Естественно, были гениальные полководцы как с нашей стороны, так и с французской. И не случайно, буквально за небольшой промежуток времени до войны, наш герой войны 1912 года, не русский, но сердцем и головой преданный России и до крови пострадавший, собственно говоря, в этой войне, Барклай де Толли, возглавлял специальную коллегию, которая изучала все воинские уставы, в том числе и французские, и самые передовые. То есть, вот с точки зрения политической и военной здесь все понятно. Наша война, наши вооруженные силы, по словам Суворова, должны знать и изучать противника. Это абсолютно нормально во все времена. Но речь идет о том, что центром, нервом этой войны был все-таки религиозный фактор. О чем идет речь? Наполеон сказал совершенно недвусмысленно очень важную идею, которая была его основной стратегией. Я говорил, Наполеон должен из всех народов Европы сделать единый народ, а Париж сделать центром мира. То есть, я думаю, что этой цитаты абсолютно достаточно, чтобы понимать претензии Наполеона, ну и, соответственно, самоощущение этого человека. Центр мира, конечно. Конечно, конечно. Почему это так важно сейчас для нас? Не только потому, что Европа объединяется. Речь совершенно не касается политики как таковой. Речь идет о том, что тогдашняя Европа, возглавляемая Францией, решительно отступила от Бога. От Святой Церкви, от заповедей Божьих, от духовно-нравственного базиса, скажем так. И именно эта европейская мощь, возглавляемая атеистом Наполеоном, решила показать всему миру и самим себе, прежде всего, наверное, что можно победить тогда еще укорененную в православной традиции Россию. И, естественно, что вот под этим углом зрения речь идет не о отдельных личностях, не о героизме, который всегда нужно помнить. И историки до сих пор дебатируют о причинах столь длительного отступления нашей армии. Напомню нашим телезрителям, что с начала войны, с июня до сентября, наша армия отступала, причем отступала вплоть до Москвы. И, строго говоря, и саму столицу мы противнику отдали. Но вот в этом-то была и сила веры и гений наших полководцев, сплетенный в единый сплав, что в итоге получилось так, как говорит наша пословица, цыплят по осени считают. Вот и оказалось, что победа была на нашей стороне. Что самое примечательное, после войны правительство России выпустило юбилейную медаль. И там были вбиты слова из псалма. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. Вот тогдашнее народное сознание совершенно четко понимало, что нашего общенародного героизма, это было именно так, это основная причина выигрыша той войны. Потому что это была общенародная война. Потому что народ ни в коем случае не отделился от армии. И армия наша показала действительно чудеса героизма. Ну, в качестве примера, наверное, это уже стало такой вот общеизвестной фразой. Но я думаю, что можно повторить этот известный факт. Дело в том, что главные претенденты на пост, так сказать, начальника армии, упоминаемого женами Барклайда Толи, и грузинского происхождения, наш, безусловно, мы можем сказать, русский полководец Багратион, они вот в какой-то степени находились вот по отношению друг к другу лично в некой такой натянутой позиции. Но вот гений Михаила Ларьоновича Кутузова, его действительно такт не только в смысле человеческом, но и мудрость военная, они привели к тому, что вот эти два выдающихся полководца в решительный момент на Бородинском сражении оказались вместе. По-моему, под Барклайда Толем пятикратно меняли лошадь, которая погибала в битве. То есть, по-моему, этого достаточно, чтобы оценить мужество этого человека. И преданность России. Да, безусловно. Именно поэтому мы сейчас можем какие угодно современные проблемы поднимать. Например, насколько были верны нашей стране люди с немецкой фамилией во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Мы можем вспомнить академика Раушенбаха, которого отстранили от научной деятельности, потому что сомневались, что он будет на нашей стороне. Вот в том-то и суть всех этих войн, которые, безусловно, ничего, кроме трагедии, не несут, но вот нерв этих войн состоит в том, что вот великая, любая даже война, да, но особенно великая война, показывает то мощнейшее противостояние добра и зла, которая есть и внутри нас в каждом отдельно и в мировом масштабе. Поэтому для нас общенародный героизм, мужество армии и действительно вот такие, казалось бы, несовместимые вещи, как цитата из Псалма, абсолютно проверяемый исторический факт, что в рождественские дни 1812 года закончилась для нас эта Великая война. Великая армия, так скромно себя называли французы, Великая армия была наголову, вдребезги разбита, и, ну, по сути, наш император на коне зашел в Париж. Но речь не о каком-то нашем национальном самолюбии. Это совершенно четко понимали наши предки. Это совершенно чеканно видно даже вот из тех памятных наград, о которых мы вспомнили. То есть речь идет о том, что действительно противостояние верной тогда православию России и безбожной Франции, возглавлявшей армию, привело вот к этой широкомасштабной войне. Я, знаете, еще хотела какого-то момента коснуться. Ведь Великая Отечественная война 1812 года, еще знаменитые тем, что 50% точно можно отдать партизанскому движению и Денису Давыдову. Что люди, обычные люди, крестьяне, не солдаты, они сплотились, они великой мощью, и они помогли, несказанно помогли нашей армии. Вот именно поэтому Денис Давыдов погребен рядом с Успенским собором, простите, со Смоленским собором Новодевичьего монастыря. И именно оттуда смоленский образ Пресвятой Богородицы, перед которым молились и Михаил Ларенович Кутузов, и полководцы, и простые солдаты, перед решающей Бородинской битвой. Именно этот список, именно этот образ был доставлен сейчас, вот в наше время, в Бородино, где на патриаршем богослужении возносились молитвы и о героях павших, и о современности нашей, о том, чтобы и держава наша, и армия наша равнялись. А равняться, слава Богу, есть на кого. Поэтому, на самом деле, для нас сейчас одним из приоритетнейших направлений должно быть то, что можно сформулировать буквально несколькими словами. Архитектурно, исторически, личностно и ценностно ориентированным образованием. Вот я попытался сразу все включить, да, но речь идет о том, чтобы действительно наши дети не просто знали, не просто слышали, что была такая Бородинская битва, где-то там на границе Московской и Смоленской области. А это живая история, слава Богу, и музей достаточно много сохранил из тех времен, что-то реконструировано. Слава Богу, действует и монастырь, который основан, собственно говоря, вдовой одного из героев. Поэтому вот все эти компоненты, они и дадут нам вот ту мозаику, единую картину образования и такого исторического масштабного мышления наших школьников, которые ни в коем случае не будут стесняться, когда их спрашивают, граждане, какой вы страны являетесь. Поэтому вот юбилей для нас он важен прежде всего вот тем, что мы называем слово память и памятник. Именно для этого, собственно, и ставится памятник. И я надеюсь, что в последствии мы свободны и творчески пойдем и дальше по нашей истории, и без всякого политического экстремизма и прочих всех измов мы сможем непредвзято исследовать и историю нашу конца 19-го столетия, и революционную эпоху, и далее до сего дня, что называется. Причем, что примечательно, это то, что можно назвать одним словом освобождение. Наверное, все знают, что русская интеллигенция и более-менее образованные люди, ну, например, 18-го столетия, это касается наших великих даже писателей, по-французски говорили лучше, чем по-русски. Ну, это можно замечательно увидеть в книге Льва Таустова «Война и мир», когда там больше слов было по-французски, общались вот в высшем кругу, чем вставляли русские слова, скажем так. Да, были небольшие вставочки. Но речь идет о том, что это действительно была определенного рода зависимость. Культурная зависимость, языковая зависимость, у некоторых была идейная зависимость. Но самое важное, что все вот эти серьезнейшие испытания всегда приводят к освобождению. Наверное, это армейский юмор, да, но, тем не менее, среди военнослужащих есть такая крылатая фраза, что четкое движение вперед всегда результат пинка сзади. Но нам очень важно понимать, что все эти пинки, причем очень больные и серьезные, мы получаем всегда в моменты, когда мы нуждаемся вот в этом самом пробуждении и освобождении. Я хотел продолжить эту зависимость. Дело в том, что зависимость от французов, от французского языка привела к 1812 году. Ну, буквально, раболепствование перед немецким гением привело к Первой мировой войне, ну и впоследствии ко Второй мировой. Вот теперь некоторые думающие люди задаются вопросом. Если мы раболепствовали перед французским языком, изучали французский больше, чем наш, мы получили, известно что, да? Дальше немцы. Изучали все в школах немецкий язык. Теперь вопрос, да, откуда нам ждать вот этой самой зависимости? Какой язык сейчас самоизучаемый? Ну, вы знаете, я с вами немножко не соглашусь. Понятно, что сейчас самоизучаемый английский язык, но все-таки мне кажется, в последнее время, к счастью, везде стали все-таки возвращаться к истокам, к России и именно, что самое главное, к патриотизму, к любви собственной Родины и гордости за Россию. И это очень важно. Именно поэтому церкви всегда не по пути с людьми, ну, скажем так, простите, узколобами, да? Не серьезный, даже иногда экстремистский патриотизм, это не то, что является патриотизмом с христианской точки зрения. Более того, совершенно же очевидно, что никакого такого, ну, недолжного отношения к тем же французам или там немцам как раз нашей истории не показало. Примечательный пример из другой истории, когда тоже под Москвой, но уже другие захватчики приходили немцы и оказались в плену, то наши русские бабушки отдавали им картофельны, что немцев просто потрясло, потому что они думали, что сейчас их ждет, ну, наверное, суть Линча, если не что-то еще худшее. Хотя не знаю, что можно еще придумать, да? А они получили вот что. То есть, вот мы опять должны вернуться к этому нерву. Мы всегда говорим о патриотизме. Мы любим и должны любить свою страну, но мы должны ее любить не потому, что мы ненавидим кого бы то ни было, а потому что нам дорога земля, на которой мы живем, нам дорога история, которая нас воспитывает, и нам, в конце концов, дорого небо, в духовном смысле слова вера, которую содержали наши предки, которую имеем честь мы хранить. Вы знаете, вот среди молодежи, я очень часто слышу, может быть, по юности годов, может быть, по каким-то другим причинам, но очень многие говорят, я когда вырасту и отучусь, я в этой стране жить не буду. Я уеду на запад, в другие страны, и уже там вот я полностью развернусь. Вот мне кажется, это очень страшная тенденция, когда молодые люди, они просто не верят в собственную страну. Именно поэтому чаще всего молодежь из уст церковно служителей, и не только, потому что, напомню, что церковь это каждый верующий во Христа, и каждый лично ответственен за будущее церкови, не больше, но и не меньше. Всегда мы слышим очень важные слова, что патриотизм – это прежде всего духовное чувство. Мы патриоты не потому, что мы соберемся для того, чтобы побить кого бы то ни было. Мы патриоты потому, что нам дорога и любима наша страна. Поэтому, если дети смотрят на нашу страну с большой опаской, скажем так, деликатно, то это прежде всего очень серьезный сигнал всем нам. Безусловно, эта проблема есть. Никакого смысла нет от нее открещиваться. Совершенно никакого. Но речь идет о том, что действительно очень многие вопросы, которые задают молодежь, я имею в виду конкретные вопросы, адекватные вопросы, они действительно требуют серьезнейшей государственной работы. И не только государственной. потому, что проблема жилищная, проблема устройства на работу, проблема армии – это то, что, по сути дела, большинство из нас затрагивает. Это самые актуальные страхи, я бы сказала. Конечно. Это относится и тем, кто носит рясы, и к тем, кто их не носит. Потому, что взаимодействие с армией, которая совершенно обнищала и думает только о хлебе насущном, это очень трудная работа. Ведь молодые люди боятся идти в армию не потому, что они не хотят отдавать долг родине, защищать ее, а просто потому, что они боятся отношения, того отношения, которое к солдатам-срочникам в армии зачастую. И тем паче мы всегда будем вспоминать героев 12-го года. Потому, что партизанам никто не оплачивал их интервенцию, точнее, даже не интервенцию, а их вооруженные столкновения с регулярной французской армией. Поэтому это вот, понимаете, вот мы сейчас подходим к такому историческому рубежу, когда начинает формироваться вот прежде всего здесь и здесь то, что мы называем патриотизмом. И очень важно, чтобы так же, как молодое деревце, вот это чувство не было искривлено. Никаким-то ура патриотизмом, который ни к чему хорошему не приводит. Вот, пользуясь случаем, я с большой радостью поздравлю всех наших педагогов и учеников с началом учебного года. И могу с огромным удовлетворением рассказать о том, что вот буквально совсем недавно прошла презентация нашего, не боюсь этого слова, одного из самых знаменитых земляков. Это Маслов Валентин Иванович, который написал книгу о нашем канале, на побережье которого мы, собственно говоря, в большинстве своем живем. И вот этот самый совершенно глупый, ура, патриотизм, даешь норму, там, соревнования, чем больше ты работаешь, тем быстрее тает твой срок, это то, что на самом деле подтачивало патриотизм, подтачивало доверие народа к своему государству. Поэтому в народе получается вот такое вот разделение, да, отсюда очень опасное заболевание под словом шизофрения. Но она может быть не только медицинская, она может быть и историческая еще, эта шизофрения. То есть, с одной стороны, мы любим и преклоняемся преклоняемся перед нашими героями, перед нашей историей и перед нашей страной. Перед величием России, конечно. Но, с другой стороны, мы терпеть не можем тех, кого мы называем власть придержащим. Вот если это будет, вот это разделение будет развиваться в народе, то, естественно, ничего хорошего мы не получим. И наша общая задача, чтобы понятие страна и государство в максимальной степени приближались друг к другу. Конечно, мы не должны быть какими-то совершенно отторванными от реальности идеалистами в кавычках, безусловно, да? Потому что идеалисты – это прежде всего те, кто верят в Бога. И речь идет о том, что вот сейчас мы должны совершенно отчетливо помнить слова великого русского философа и мыслителя Соловьева Владимира Сергеевича, который сказал замечательные вещи. Задача государства – не построить на земле рай, а не допустить на земле ада. Построить рай нашими руками совершенно утопическая идея, но именно ориентируясь на твердейший фундамент духовно-нравственных ценностей, мы только и можем строить свою историю. Поэтому в заключении, наверное, нашей встречи я… У нас еще есть немножко времени, буквально минутки четыре, да? Прежде всего, поздравляю потомков, славных богатырей русских, тех, кто на Бородинском сражении и далее до Парижа показали прежде всего силу своей веры и силу вот того подлинного патриотизма, который не только освободил нашу страну, но и показал, собственно говоря, наше место в истории, в дальнейшей истории. И, конечно, сейчас, вспоминая эти события, мы должны с французами иметь абсолютно нормальные человеческие отношения. Тем более, что православные есть и в России, и во Франции. Поэтому это тот случай, когда наши предки, наша история должна нас объединить. Вы знаете, какой момент хочу затронуть? Вот когда шли празднования на выходных Бородинского сражения, в Москву приехали потомки и Наполеона, и Кутузова, и Дениса Давыдова, и многих других участников той Великой Отечественной войны. И что интересно, что наши потомки наших русских полководцев, они уехали еще, естественно, до революции, потому что они все принадлежали к дворянам. Но те люди, которые родились уже во Франции, и которые живут во Франции всю свою жизнь, они знают русский язык, и они прекрасно говорят на русском языке. То есть у них в семьях сохранилось вот это знание русского языка. Они заставляют своих детей учить российскую историю, учить русский язык, и гордиться тем, что они потомки таких великих людей. Это хорошо, но позвольте огорчиться по этому поводу. Самое печальное именно в этом и состоит, что, оказывается, наши люди могут за свою страну проливать кровь, но наши герои не уверены, что после войны их дети будут достойно жить. Это может быть очень жестко и неполиткорректно, но, тем не менее, это проблема, над которой, безусловно, нам всем надо подумать. Потому что у нас в доме-интернате в Беляниново проживает 98-летний герой Великой Отечественной войны, дочка которого проживает в Германии, и, естественно, я его, например, совершенно понимаю, он не может поехать в Германию, которую когда-то силой принуждал к миру, да, и не может получать от немецкого правительства очень даже неплохую пенсию. То есть, на самом деле, вот вспоминая великие и славные юбилеи, мы прежде всего должны, простите, так же, как в школе, поработать над ошибками и не бояться лишний раз даже сделанные когда-то домашние задания еще и еще раз переделать. Тем более, что у нас вот в этом смысле работы действительно непочатый край. И что говорить про героев 12-го года? Вот сейчас те, которые выполняли спецоперации, те, которые воевали и кровь проливали в совсем недавних конфликтах, они же ведь совсем не простите, жируют. И когда мы вспоминаем такие славные юбилеи, нам прежде всего нужно оглянуться вокруг себя на нашу современную действительность, чтобы очень многие уроки извлечь. Нам и сейчас совсем не грешно так же когда-то Барклайд и Толли посмотреть, как живут военнослужащие других стран. Да, нам и сейчас нужно понимать, что действительно жилищный вопрос тех же военнослужащих колоссальной важности и что он требует просто вопит, чтобы он был разрешен. Но тем не менее это не снимает центральный вопрос. Мы можем и должны кормить свою армию, потому что продолжение всем известно, что бывает, если мы не свою армию, свою армию не кормим. Мы кормим чужую, но нам очень важно, чтобы вместе с крышей и едой наша армия получала адекватное духовно-нравственное воспитание. И вот к великому сожалению, мы вынуждены признать, что воспитательный элемент и в школе, и в армии, и в институте, и практически повсеместно, он если не уменьшается до нуля, то по меньшей мере требует колоссальных вмешательств. И очень важно, чтобы вот такие кадетские корпуса, где совершенно юные моряки и ходят в военной парадной форме, и маршируют на Бородинском поле, вот очень важно, чтобы эти мальчики были, потому что если будут такие мальчики, значит будут мужчины, которые подобно Кутузову, Багратиону, Давыдову будут сохранять целостность и рубежи нашей страны. С праздником. Огромное спасибо за эту беседу. Уважаемые телезрители, время нашей программы подошло к концу. Мы встретимся с вами в следующий вторник в 8 часов вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова